Всем привет, друзья! С вами юбилейный 20 выпуск ежемесячного дайджеста новостей мира файтингов Fighting News. Август по традиции самый жаркий во всех смыслах слова и насыщенный новостями месяц. Evolution и Gamescom дали нам настоящую бурю анонсов, так что располагайтесь поудобнее и не грозите Южному Централу, попивая сок, сидя в труселях на своем диване. Выпуск будет долгий. И начнем мы со Street Fighter A6. На EVO компания Capcom анонсировала третьи костюмы для всех персонажей своего недавно вышедшего файтинга. В качестве примера показали концепт арты костюмов для Гайла, Марисы, Джури и Диджея. Даты выхода нет. Нам был представлен трейлер второго DLC персонажа первого сезона «Маниакальная поклонница ядов Аки, ученица Фенга». Она выйдет 27 сентября. А 8 августа в Street Fighter A6 были добавлены шмотки и косметика, при помощи которых можно превратить вашего аватара в одну из четырех черепашек-ниндзя. Но сообщество возмутило то, что костюмы и вся косметика, даже не для персонажей, а для аватара, обойдутся в общей сложности в 100 долларов. Дороже, чем стоит сама игра Street Fighter A6. 5 августа вышел самурайский рисованный инди-файтинг, one-hit-action, с Clash. Релиз состоялся на платформе Steam, консольные версии станут доступны в конце 2023 года. Доступен мультиплеер, 100 ремоут, 5 персонажей и 16 арен. Айтер Студиос анонсировали следующего персонажа для своего файтинга Rivals 2. Им оказался вернувшийся из первой части Maple. Клон Смэша выйдет в 2024 году. На EVO был анонсирован Skullgirls Championship Series 2024. Напомню, в этом году они его не проводят. Подробности будут опубликованы позже. На замене инди-шоукейс анонсировали дату выхода файтинга помесь с шахматами Checkmate Shoutdown. Он выйдет в Steam 15 ноября, а с 8 по 10 сентября можно будет бесплатно поиграть в триал-версию. 31 августа в Steam вышел инди-файтинг Pocket Bravery. На остальных платформах игра появится позже. 12 уникальных персонажей, 20 арен, онлайн-роллбэк-нет-код с ультра-низкой задержкой. Источником вдохновения для Pocket Bravery послужили классические файтинги 90-х. Street Fighter, Fatal Fury, The King of Fighters и игры с Neo Geo Pocket. Pocket Bravery создана прежде всего для опытных игроков, но придерживается схемы Изи Тулё. Amazon по ошибке опубликовал обложку Nickelodeon All-Star Brawl 2, раскрывающую нам часть новичков. На эво официально подтвердили и показали планктона. А 31 августа заанонсили Эль Тигры из одноименного сериала. По утечке к основному ростру присоединятся Азула из Аватара, Джеральд и бабушка Герти из Эй Арнольда, Эмбер из Дэнни Фантома, Эль Тигры из одноименного сериала, Норберт и Даггет из Крутых Бобров. Стало известно, что к Nickelodeon All-Star Brawl 2 присоединятся не все персонажи первой части. Также на эво были представлены детали новой механики. На эво был сделан внезапный анонс от Iron Galaxy и Microsoft. Представители компании объявили, что Killer Instinct, вышедший 10 лет назад, в 2013 году, вскоре получит новый баланс патч. Также будет обновлен матчмейкинг и игра получит оптимизацию 4К разрешения для Xbox Series X и S. В сети сразу поволзли слухи, что компании пытаются возродить интерес к франшизе, чтобы через какое-то время сделать анонс Killer Instinct 2. Как говорится, поживем, увидим. На эво Тайлер Лансдаун из НРС представил трейлер, раскрывающий нам еще троих персонажей основного ростера Mortal Kombat 1. Рептилия, превращающаяся в ящера прямо в бою, стал изгоем среди своего народа за способность превращаться в человека. Ашра пытается избавиться от зла в ее крови, что не оценили ее сестры-демонессы и изгнали ее. Хавик пытающийся освободить свой народ от деспотичного режима королевства Сейда и установить благословенную анархию. В качестве нового камео персонажа нам была представлена Сарина. На геймскоме был показан второй трейлер, где нам показали императрицу внешнего мира Синдел и генерала Шао, являющегося в этой вселенной полководцем местной армии, добившимся больших успехов в военном деле и, судя по всему, именно он поднимет бунт против королевы. Интересная деталь, наличие рогов и явный акцент в биографии на влияние отца. По всей видимости, намекает нам о том, что Шао это сын Анаги. В качестве камео представлены Матара и Шуджинка. Ко всему прочему, нам показали кадры нового режима вторжения, который заменит собой крипту. Это некая смесь RPG и настольной игры. Она будет содержать сезоны, обновляемые каждые 6 недель, которые, в свою очередь, привнесут побочные сюжетные истории и новые награды в виде косметического контента. Судя по всему, NetherRealm делают большую ставку на одиночные режимы. Будем надеяться, что они не забудут и про соревновательную составляющую игры. 1 августа 1 августа стала доступна для скачивания версия Ragnagard ACA Neo Geo на платформах iOS и Android в качестве мобильной игры. 22 августа вышла мобильная версия Kizuna Encounter ACA Neo Geo на тех же платформах. А 28 августа стала доступна для скачивания версия Ninja Master ACA Neo Geo на все тех же мобильных платформах. 29 августа Samurai Shoudown стал доступен в игровом сервисе стримингового гиганта Netflix. Это полноценный мобильный порт для смартфонов и планшетов, а не новая игра. SNK опубликовали подробности своего SNK World Championship 2023 по King of Fighters 15. Все квалификационные турниры будут разделяться на глобальные и региональные. В глобальных могут участвовать все игроки, в региональных только игроки соответствующего региона. Победитель каждого квалификационного турнира получает место в финалах. Всего 32 финалиста. Призовой фонд тура 200 тысяч долларов. Финалы состоятся весной 2024. На финалах EVO по The King of Fighters 15 представители компании SNK сделали несколько анонсов. Показали предпоследнего DLC персонажа второго сезона. Это ожидаемо оказался Dualon. Выйдет осенью. Анонсирована дата выхода The King of Fighters 13 Global Match с Rollback Netcode. Он выйдет на PS4 и Nintendo Switch 16 ноября 2023. Роллбэк для Steam версии до сих пор не подтвержден. Нам показали первый трейлер Fatal Fury City of the Wolves прямого продолжения Garo Mark of the Wolves, вышедшего в 1999 году. Роллбэк Netcode для Samurai Shodown станет доступен в сентябре этого года. 8 августа в The King of Fighters 15 стал доступен пятый DLC персонаж второго сезона, Нашт. Днем она тихая и прилежная ученица колледжа, а ночью одевает традиционную саудовскую одежду Абаю и при помощи своих экстраординарных способностей превращается в мстителя, защищающего своих граждан. На EVO компания French Bread и Arc System Works анонсировали новый файтинг Under Night In Burst 2 SIS в CLS. Полноценное продолжение Under Night In Burst 2012 года. Роллбэк Netcode заявлен. Была даже привезена рабочая и выглядящая абсолютно готовой бета-версия, которую попробовали все желающие. Файтинг выйдет в начале 2024 года в Steam, PlayStation 5 и 4 и Nintendo Switch. На EVO был представлен геймплейный трейлер, ранее анонсированный Nier для Grand Blue Fantasy vs Rising. Также был анонсирован следующий персонаж, Grimnir. Анонсирована дата релиза, 30 ноября этого года. Предзаказы уже стартовали. Стандартное издание стоит 50 долларов, Deluxe Edition 75. Ко всему прочему будет доступна бесплатная версия Free Edition. В ней будет 4 персонажа, первая часть истории, онлайн и полный доступ к режиму королевской битвы Grand Blue Legends. Сайгеймс осенью проведут второй онлайн бета-тест. В нем будут доступны лобби матчи, кроссплей и режим Grand Blue Legends. 24 августа в Guilty Gear Strive стартовал третий сезон. Первым DLC персонажем из четырех стал капитан женского отряда пиратов Медуз, владеющий искусством фехтования Херафуми, благородный преступник мирового класса Джонни. Также со стартом третьего сезона в игру был добавлен патч, внесший масштабные изменения боевой механики. Добавлены новые спешалы, новая атакующая механика Wild Assault, новая защитная механика Deflect Shield, переработан бёрст, стандартизирован вес всех персонажей, подкорректирован дэмэдж скейлинг, уменьшен урон от овердрайвов и командных бросков, и многое-многое другое. Помимо этого, баланс патч коснулся каждого персонажа игры, а также внесены косметические корректировки. 31 августа Нексон анонсировали второго DLC персонажа файтинга ДНФ Дуэль, и им стал Браулер. Он выйдет осенью этого года. 30 августа в JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R в ранний доступ для обладателей второго сезон пасса вышел первый DLC персонаж второго сезона Леон Абаччо. Все остальные смогут его купить 1 сентября. В Bandai Namco анонсировали ещё трёх персонажей ростера Наруто икс Баруто Ultimate Ninja Storm Connections, Дельта, Боро и Коджи Кашин. Всего файтинг будет включать более 130 играбельных персонажей, а также анонсировали дату релиза. Ninja Storm Connections выйдет 17 ноября 2023 года. Предзаказы открыты. Известно, что первый сезон будет содержать 5 DLC персонажей. Меж тем, поддержку игры Наруто Тубаруто Шиноби Страйкер пока даже и не думают прекращать. 25 августа стал доступен для покупки последний, третий DLC персонаж 6 сезона Кагуя от Суцуки. Напомню, что ранее также был анонсирован и 7 сезон, тоже состоящий из трёх DLC персонажей. Когда он стартует, неизвестно. В сети появилась утечка ростера Tekken 8. И с учётом анонсов от Харады на EVO и Gamescom, слив можно считать подтверждённым. Непосредственно на EVO нам сообщили, что финалы Tekken World Tour 2023 пройдут с 12 по 14 января 2024 в Новом Орлеане, США. По Tekken 8 представили вернувшегося из Tekken 6 Рэйвена. Он освоил новую технику ниндзюцу, теневой клон, чтобы предотвратить хаос, который спровоцирует борьба за власть между Мишима Заебацу и G-Corp. Также нам анонсировали Азусену Милагрос Ортис Кастильо, новичка серии Tekken. Перуанскую королеву кофе любят за её невинный характер и бесстрашный стиль ведения боя, благодаря которому она стала чемпионкой ММА, продвигающей свой семейный бренд кофе. На Gamescom Харада Кацухира и Майкл Мюррей представили дату выхода Tekken 8 – 26 января 2024. Игра выйдет ровно через 10 дней после завершения Tekken World Tour 2023. Предзаказы уже доступны. Стандартная версия будет стоить 4200 рублей, делюкс версия – 6000 рублей. Нам также представили ещё 6 персонажей – Шахин, Стив, Лео, Яшимицу, Драгунов, Кума. И сообщили, что стартовый ростер будет содержать 32 персонажа. Утечка подтвердилась на 100%. Нам показали новый режим Arcade Quest, похожий на Battle Hub Street Fighter VI, кастомизацию персонажей и кадры сюжетки. По утечке к 24 официально известным персонажам присоединятся Зафина, Ли Чао Лан, Алиса, Фэнк. Как ни странно, отдельный слот будет у Дэвил Джина и у Панды. И ещё 2 новичка серии. Одна, предположительно, дочь Хейхачи, второй мужской персонаж – неизвестен. Кстати, в Tekken 8 защита от пиратства Денуа не планируется. Об этом также сообщил Харада Кацухира. С 4 по 6 августа в Mandalay Bay, Лас-Вегас, прошёл крупнейший в мире турнир по файтингам Evolution. Он собрал больше 11 тысяч участников с более чем 60 стран мира. Победителем Mortal Kombat 11 стал американский игрок на Фуджине, Ninja Killa, в Melty Blood Type Lumina, выиграл японский игрок за Михаэля, Муаи. King of Fighters 15 проходил в рамках SNK World Championship, ожидаемо победил Сяо Хай из Китая за Кё, Би Дженет и Кронена. Dragon Ball FighterZ был Power Plus ивентом в рамках Dragon Ball FighterZ World Tour. Тут совершенно внезапную победу одержал американец Хикари за Блю Гагету, Виджито и Андроид 17. В Ultimate Marvel vs Capcom 3 с большим преимуществом выиграл американец Джибрил за Зеро, Данте и Верджила. Tekken 7 проходил в рамках Tekken World Tour 2023 как мастер плюс ивент. Победу одержал пакистанский игрок за Куни Митсу Арселан Эш, став таким образом двухкратным победителем Эва и двухкратным победителем Эва Джапан. Dirty Gear Strive проходил как квалификационный ивент Art War Tour 2023. Победу одержал шведский игрок за Хэппи Хаоса Лефен. В рекордном Street Fighter 6, который проходил в рамках квалификационного премьер-ивента Capcom Pro Tour 2023, одержал очень тяжелую победу Angry Bird, игрок за Кена из Объединенных Арабских Эмиратов. Под занавес турнира был анонсирован Эва Джапан 2024. Он пройдет в AT-Ariac Gym EX в Токио, Япония с 27 по 29 апреля 2024. Также была анонсирована дата Эва 2024. Он пройдет с 26 по 28 июля 2024. С 10 по 13 августа в Эр-Риаде, Саудовская Аравия, прошел турнир по Street Fighter 6 с призовым фондом в 1 миллион долларов. Победу одержал Кокеру, японский игрок за Джей Пи. Второе место взял Angry Bird, кен-плеер из Объединенных Арабских Эмиратов. Третье, американский игрок за Кэмми, Панк. С 18 по 20 августа в Бирмингеме, Великобритания, прошел один из крупнейших файтинг-ивентов Европы. Победителем турнира по Street Fighter 6 стал шведский игрок за Джури Рикки Манс Барнетт. Tekken 7 проходил как мастер-ивент Tekken World Tour. Победителем стал корейский игрок за Джулию и Эдди Джон Динг. Это его второй выигранный мастер-ивент. Guilty Gear Strive был квалификационным ивентом ARC World Tour. Победителем стал американский игрок за Zato One Джонатан Тен. King of Fighters 15 в качестве квалификационного ивента SNK World Championship выиграл британский игрок за Омега Ругала, Динозавра и Антонова Инферно Конг. Dragon Ball Fighter Z проходил в рамках Dragon Ball Fighter Z World Tour как Power Event. Победителем стал Яша, французский игрок за Блюга Гетту, Виджито и Андроид 17. Таким был насыщенный новостями файтингов август, но расслабляться рано. Впереди нас ждет наполненный турнирами сентябрь. Также мы ждем релиз Mortal Kombat 1, одного из главных файтингов года. Он выйдет 14 сентября в ранний доступ для тех, кто предзаказал премиум издание и 19 сентября для всех остальных. И конечно Tokyo Game Show, на котором Capcom уже анонсировали какие-то новости по своим играм, в том числе и по Street Fighter 6. Bandai Namco тоже привезет туда Tekken 8. Таковы были новости мира файтингов последнего месяца лета. Всех школьников поздравляю с наступающим днем знаний. С вами был Дженекус. До встречи через месяц.